добрый день с вами ольга канонникова и сегодня мы будем делать с вами цветы цветы из батиста и будем его делать не так как обычные цветы из натуральной ткани как декор для литней шляпки что для этого нам понадобится ну во первых батист вот такой интересного цвета индийский я его предварительно нашего тенила и из него буду выкраивать лепестки мы естественно вырезать все будем ножницами острые ножницы нужны нам нужно будет паяльник и булька диаметра около двух сантиметров не более двух клеем клеить собирать был наши цветы с помощью клея момент столяр пва у меня водостойкость d1 но лучше брать d2 и d3 хотя на момент столяр очень хорошо подходит именно для натуральных тканей таким также мы будем работать на мягкой подушке и в принципе вот такой минимальный набор материалов нам нужен для наших цветов начинаем обрабатывать наши лепестки лепестки мы с вами выкроили вот они по одному три вида я вам показываю каждого вида по одному и так работаем на мягкой подушке начинаем с маленького лепестка вот у нас основание вот у нас внешний край нашего лепестка это лицо это изнанка на лице работаем нам нужно взять паяльник и обработать только основание наших нашего лепестка держим вот таким образом наш паяльник немножко оттягиваем сверху и обрабатываем основание про продвигают где-то на два сантиметра в высоту вот таким образом теперь поворачиваем наш лепесток краем и обрабатываем край оттягивая его и аккуратненько тихонечко обрабатываем с одного с одной стороны до другой стороны вот таким образом у нас получается вот такой лепесток можно еще хорошо обработать основание и вот у нас маленькие лепестки получается вот такие теперь берем второй лепесток вот его к лицу вот его изнанка опять обрабатываем таким же образом средние лепестки также как маленькие то есть сначала мы обрабатываем основание у хотя где-то на два с половиной сантиметра выше поднимаемся так как этот лепесток у нас повыше и затем обрабатываем край лепестка хорошо его оттягивая вот и можно даже немножко спуститься ниже вот низа по самому краю а чуть 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 пониже вот и остановиться опять обработать основание второй раз и у нас получается уже лепесток чуть побольше тоже с загнутым краем вот таким образом теперь обрабатываем на лепесток на большой вот у нас изнанка обрабатываем так нет вот изнанка обрабатываем большой лепесток удобнее обрабатывать сразу сначала с краю мы обрабатываем его с краю вот так теперь переворачиваем на другую сторону и обрабатываем основание теперь опять переворачиваем его на изнанку и обрабатываем вот бачка чтобы лепесток смотрел не на нас а в другую сторону и стал более объемным вот примерно вот таким если что-то не нравится можно несколько раз работать повернуть где-то подправить вот примерно вот такие у нас получаются большие лепестки маленькие лепестки можно делать в принципе точно также как он средние точно так же как и маленькие чтобы они лепестками смотрели вовнутрь пусть допустим маленькие и средние лепестки у нас смотрят вовнутрь а внешние лепестки у нас будут смотреться наоборот от нас другую сторону это будет тоже так же красиво а таким образом надо обработать полностью все лепестки итак начинаем делать серединку цветка это вот такие тычинки вот на таких ножках почему именно такие ножки нам нужны потому что нам нужно приклеивать наши лепестки именно к основанию так как у нас не будет стебля с самого вот это вот основание это будет то место куда мы будем приклеивать наши наши лепестки вот как это делаем берем три тычинки собираем вместе и складываем пополам все теперь берем кусочек гофро бумаги буквально небольшой клеем промазываем нашу бумагу и нужно мы так вот размазать чтобы она хорошо пропиталась и аккуратненько просто свертываем ее закручивая наши тычинки основание должно быть как бы не очень такое тоненькое достаточно толстое потому что именно вот к такому основанию хорошо будет подклеиваться наши лепестки вот если у нас чувствуете что слишком длинное основание получилось можно взять потом ножницы и обстричь пока пока вот хватит вот так потом здесь вот я например уже обстригла а этот пусть пока сохнет срединочка и потом мы ее просто обстрежем вот так делаются срединки цветочков продолжаем обрабатывать наши лепестки будем использовать с вами включенный паяльник без без инструментов и туда просто воткнем пинцет для того чтобы он разогрелся следующим пинцетом обрабатываем лепестки вот покажу опять три лепестка маленький лепесточек берем разогретый инструмент так заворачиваем и немножко разворачиваем то есть ничего скручиваем потом чуть-чуть разворачиваем берем скручиваем чуть-чуть разворачиваем и в результате получается вот такой интересный лепесток так обрабатываются маленькие лепесточки таким же образом обрабатываются средние и большие сейчас я вам покажу на среднем лепестке но вот боковой части вот эти вот внешние части надо обработать можно больше чтобы лепестки получились интереснее красивыми такими перегибами вот смотрите видите вот и теперь будем обрабатывать лепесточки самые большие пожалуй вот эта обработка важна может быть даже больше чем обработка булькой потому что именно вот внешние лепесточки они будут видны в цветке больше хотя обработка булькой дает объем лепесточку вот эта обработка дает красоту нашим цветкам вот что получается таким образом мы обработали полностью все лепестки посмотрите какие красивые они у меня получились так обрабатываем все лепестки итак перейдем к сборке я все промазала основание каждого лепестка клеем вот эти момент столяр пва и буду использовать так серединку к серединке будем сейчас соединять их с серединкой и еще буду использовать нитки здесь нитки очень удобно использовать так как все таки используется как декор для шляпы и надо чтобы достаточно прочно было и поэтому будем использовать нитки итак я разложила все наши лепестки по возрастанию размера и начнем с самого первого подкладываем наш первый лепесток вот таким образом он уже у нас с клеем берем ниточку и ниточкой еще фиксируем несколько раз берем второй лепесток где-то под середину первого лепестка накладываем второй лепесточек и немножко расправляем и также соединяем и таким образом вот прям по кругу нам нужно соединить лепесточки вместе теперь чуть повернем следующий лепесток вот так далее нам не нужны большие когда мы делаем цветочек цветочки допустим шляпки они как правило не сильно большие у нас их как правило несколько штук по 2-3 цветочка и как раз вот три цветочка я и делаю какого размера не получится у нас как бы не особо я знаю что у меня здесь деталей не так много и поэтому большими они у меня точно не получится вот идем далее подставляем лепесточек вот батист он очень легкий мягонький несмотря на то что мы его под желатин или он все равно как бы мягкий мягкая ткань очень красиво смотрится воздушно так вот осталось два лепесточка вот этот так суда и последний вот он у нас подставляем смотрим как он у нас тут лежит и фиксируем фиксируем ниткой вот смотрите очень легко и просто все нитку обрываем она у меня тут вместе с клеем и она сама подклеится и вот такой красивый цветочек получился для декора шляпки это очень хорошо я сейчас вам покажу другие цветочки вот которые собрала вот допустим наша ткань будет и вот наши и вот наши цветочки которые у нас идут смотрите вот они три и я думаю что для шляпки такие цветочки как декор будут очень хорошо смотреться итак спасибо вам за внимание с вами была Ольга канонникова поиск у на чехол и я это которое ничего это не ничего это